Добрый день, уважаемые соотечественники! Больше всех вопросов сейчас почему-то касаются дебатов Порошенко и Зеленского, которые один назначил на 14-е, другой назначил на 19-е. Мне сейчас трудно судить, когда они реально состоятся. Во всяком случае, мне непонятно повышенное внимание к этим дебатам. Разве кому-то из нормальных людей, я повторяю еще раз, только нормальных, не зазомбированных, у которых на любой аргумент ответ либо мат, либо перемат, что одно и то же, а для нормальных людей, разве нормальным людям не ясно, что может сказать Порошенко или ответить Порошенко? Ну-ка, расскажите вообще, вдумайтесь и расскажите, те, кто меня слушает, что нового может вам сообщить Порошенко? Вот что бы он ни обещал вам на эти пять лет, он мог спокойно сделать в предыдущие пять лет. Так почему не сделал? Он может врать сколько угодно, но все цифры, вся статистика работы экономики говорят против него. Так что нового он может придумать? Понятно, что его задача состоит в том, чтобы этих на дебатах опустить Зеленского. Но ведь спрос-то Зеленского никакой. Ведь пять лет Зеленский не участвовал в политике. Он занимался своим делом. А народ-то интересует спрос за политику, за результаты в политике, за конкретные результаты. И если бы у Порошенко был хоть один позитивный результат, то можно было бы за что-то ухватиться. Можно было бы на этом строить какую-то, так сказать, стратегию проведения дебатов. Но ведь у него нет ни одного позитивного результата. Вот он хвастается, что он создал армию. Но давайте же все-таки трезво оценим, какую он армию создал. Во-первых, он уничтожил через свою халатность, через разворовывание три четверти боеприпаса украинской армии. Которые оздостались в Украине от Советского Союза и хранились на наших складах. За эти пять лет произошли крупнейшие пожары, которые должны были скрыть масштабное хищение боеприпасов на наших оборонных складах. То есть армия потеряла свою боеспособность. И недаром же международные организации спустили показатели украинской армии с 21 места в 2013 году до 29 места в 2018 году. С тенденцией дальнейшего ухудшения. И прежде всего по показателям мобилизационной ресурсы армии, огневая мощь армии. А это я как раз об этом только что сейчас говорил. Вот он много говорит, что он обладел. Больше уже мне не приходилось вообще слышать в своей жизни. Я, как премьер-министр, могу ответственно заявить, что в 2010-2013 году наша армия была обута, одета и накормлена. Она была обута, одета и накормлена в соответствии с той нормативной численностью, которую твердил Верховный Совет в виде закона. И если Порошенко провел мобилизацию и дополнительно мобилизовал там 200 или 300 тысяч человек, так он должен был перед этим подготовить все необходимое, амбундирование, и снаряжение, и казармы, и все остальное. Нет, он взял людей, бросил в грязь, заставил семьи покупать все эти, так сказать, амбундирования, бронежилеты и так далее, и так далее. И заявил, что якобы у этого виновата предыдущая власть. Мне просто нелепо слушать все эти россказни и рассказы. Тебя ж кто спровоцировал этот конфликт? Ты спровоцировал. Кто отдал приказ бомбить мирные города Донбасса? Ты отдал этот приказ. Кто мобилизовал абсолютно неподготовленных людей и организовал бойню в Дебальцево, в Уловайске? Ты организовал. Поэтому по большому счету Порошенко является преступником, который не хвастается долгом, что он создал сильную армию, а он должен признаться и покаяться, что он развалил ту армию, которая была. Я уже не говорю про скандалы в Укроборонпроме, который на самом деле занимался не созданием каких-то новых образцов вооружений, не вооружал нашу армию, а разворовывал ее. Единственный патронный завод у нас остался в Уганске. Так за эти пять лет мы не умудрились даже построить и не обеспечить стрелковым вооружением нашу армию. Про какую сильную армию он говорит? Это могут верить только абсолютно люди, далекие от всего этого дела. Он говорит о развитии украинского языка. Посмотрите, как реально в Украине сократилось издательство книг на украинском языке. Разве за это не должен отвечать Порошенко, если он хвастается, что он развивает украинский язык? Он говорит про веру. Ну, кроме раскола в церковном мире, кроме насильственных захватов храмов, кроме созданием, так сказать, не то что созданием, а просто, так сказать, переименованием, вывески, был Киевский патриархат, стала Православная Церковь Украина, ПЦУ. Те же самые люди остались. Никто не перешел. За 4,5 месяца всего 49 приходов было силой заставлено перейти из юрисдикции Украинской Православной Церкви в Православную Церковь Украина. 49 приходов на 12 тысяч приходов, которые зарегистрированы в Православной Церкви Украины. Вот зачем врать? Врать, врать, врать. Ложь – это основной и главный принцип Порошенко. Глядишь, кто-то поверит. Да, ну вот выборы показали, где-то проценты, наверное, 8-10. Ему поверили, остальные 5 или 6 приписали. Но приписать 40% Порошенко не удастся. Это просто невозможно. Поэтому какой вот от дебатов, что еще раз возвращает к той самой мысли, с которой начал. А что еще раз, что еще нового хотите услышать от Порошенко? Почему такое глобальное внимание к этим дебатам? Что они изменят? И что в вашей жизни в следующие 5 лет поменяется, если вы вдруг поверите Порошенко? Ничего, все будет только хуже. Вот о чем надо думать. Он не зря же развесил везде ознание. Думай, думай, думай. Вот давайте все вместе и подумаем над этим. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok